Как быстро получить плюс 1000 баллов в свой групповой оборот в конце месяца? Привет, на связи Динара Смирецкая, бизнес-лидер Siberian Wellness. И сегодня вот в такой вот уличной обстановке, гуляю с коляской, со своей дочкой, немножко против солнца, иначе она будет орать, поделюсь с вами своим супер просто лайфхаком по закрытию месяца, по работе с привилегированными клиентами. Работать с клиентами надо. Вы прекрасно знаете, я уже не в одном видео это говорила, что я не люблю оказывать давление на партнеров, я не люблю, когда лидеры других сетевых компаний говорят, так-так-так, смотри-ка, тебе 50 баллов не хватает до квалификации, 100 баллов не хватает, 1000 баллов не хватает, 5000 баллов не хватает, а ну-ка, пойди-ка и прокупись. Вот это меня бесит больше всего, когда лидеры заставляют прокупаться своих партнеров, это ужасно. И лидеры не учат партнеров, как правильно, как правильно достигать свои квалификации. Вот я вам сейчас расскажу, как это сделать через своих клиентов. Клиентам писать обязательно надо, клиентов оповещать о программах компании обязательно надо. Клиенты об этом забывают. У нас партнеры забывают о маркетинг-планах. Понимаете, партнеры, которые пришли за деньгами, которые якобы усиленно работают, даже они забывают о маркетинге. Хочу уж говорить о ПКшечках, о наших. Так вот, смотрите, я вам вот здесь вот буду все показывать скринчиком. Значит, смотрите, вы заходите в свой личный кабинет, кликаете на вкладочку «Бэк офис», залезаете во вкладку «Бэк офис», открываете вкладку «Меню», и там есть вкладочка «Отчеты». В этой вкладочке есть еще одна вкладочка «Отчеты по ПК». «Отчеты по ПК», и там есть четыре вкладки. Вот смотрите, какие. Это просто список ваших ПКшечек, это заказы ваших ПКшечек, это ПКшечки для срочного контакта, сейчас я расскажу, что это такое, и клуб постоянства. Первое, что вы делаете, самое главное, я вам советую, это отработать ПКшечек, которые для срочного контакта. Что это означает? Если у клиента заказ уже сделан, то после этого ему дается 6 месяцев, чтобы не терминироваться. Если клиент только зарегистрировался и еще ни разу не делал заказ, то компания дает 4 месяца, и после этого терминирует. И вот все эти клиенты на стадии терминации указаны именно в этой вкладке «ПКшечки для срочного контакта». Вы открываете эту вкладку, и вам выпадает список со всеми телефонами и имейл-адресами таких людей. Сейчас, извините, тут дорогу перейду. Динар же такая, не может все делать безопасно. Все, дорога перешла, ура! Вы открываете эту вкладку, получаете этот список. Этот список можно, кстати, скачать в Excel-формате и даже распечатать, если вам так удобнее работать. Сорен, у меня тут ребенок может немножко завывать. О, я подошла еще к пункту сбора отходов. Сейчас еще и баночки параллельно сдам. Я же все делаю, все сразу, все 33 удовольствия в одном во время прогулки. Сейчас, подождите, пожалуйста, я баночки выброшу и продолжу разговор. Чего-чего? Чего-чего? Все, выбросила, все, мама выбросила. Мама молодец, да? Мама молодец. Ой, мама молодец и всем советую так же поступать. Берегите нашу природу и экологию. Продолжаем разговор. Вот вы выгрузили этот список и обязательно напишите этим клиентам. Маша, здравствуйте. Я ваш консультант в компании Siberian Wellness. Вы давно не делали заказы. Дело в том, что у нас компания терминирует кабинеты после 6 месяцев неактивности. У вас вот март месяц как раз 6. Либо можно какой-нибудь простой фразой наговаривать. Мария, здравствуйте. Я ваш консультант в компании Siberian Wellness. Прослушайте, пожалуйста, мою голосовушечку и дайте обратную связь. И уже в голосовом наговаривайте, что Мария, смотрите, вот с 1 апреля ваш кабинет ликвидируется. Будет очень обидно, досадно. Поэтому сделайте хотя бы небольшой заказик. Ну, хоть батончик купите. А если у вас магазин рядом, сходите просто в магазин, купите этот батончик. Тогда кабинет просто не удалится. Вот и все. Мало того, в этой выгрузке вы даже видите, есть отдельный столбик по кэшбэку, который хранится в личном кабинете у ваших ПК-шек. То есть очень многие клиенты либо не знали, либо просто-напросто забыли о своем кэшбэке. У некоторых в кабинетах бывает до 5000 бонусов. Можете себе представить? То есть человек покупал-покупал, или там после регистрации сделал одну большую покупку, и просто забыл о своем кэшбэке. И вы обязаны ему напомнить. Не можете себе представить? У человека лежит кэш 2000, и у него терминация 1 апреля. И все, этот кэш сгорает, он уходит в компании. Вот так вот. То есть, ребятки, обязательно сделайте эту выгрузку. Посмотрите, кто у вас на стадии терминации. Обязательно этим людям напишите, и посмотрите, что у них по кэшу. То есть, когда людям говоришь, ой, а у вас 500 рублей, а у вас 50 рублей, поверьте, у нас сейчас в стране кризис, человек пойдет, побежит и сделает этот заказик. Я вам серьезно говорю. Так что не пренебрегайте этим способом. Поехали дальше. Далее разбираем вкладочку «Отчет по клубу постоянства». Клуб постоянства, что это такое? Напоминаю, а то, может быть, из вас кто-то здесь этого не знает. Что такое клуб постоянства у привилегированных клиентов? Когда клиент в течение 6 месяцев подряд, и не важно, с даты ли регистрации, или с какого-либо другого месяца, главное, чтобы это было сделано 6 месяцев подряд, календарных, делает заказы на общую сумму на 50 баллов от 50 баллов. То есть, клиент может делать разрозненные заказы сегодня на 10, завтра на 15, послезавтра на 5. Главное, чтобы в течение календарного месяца клиент сделал заказов от 50 баллов. Вот если он таких заказов делает 6 месяцев подряд от 50 баллов, суммарно, то на 7 месяц клиенту дается возможность взять один из наших крутейших дейли боксов в подарок. Понимаете? И вот в этой вкладке «Отчеты по клубу постоянства» вы видите, какие клиенты у вас идут по этому клубу. И у каких клиентов этот клуб может сорваться вот сейчас, в марте, если они не сделают 50 баллов. Понимаете? То есть, вы этим клиентам просто обязаны написать. Марья Ивановна, здравствуйте! У вас в марте может сорваться клуб постоянства. Напоминаю, что это такое. Вы вот в течение двух месяцев или трех месяцев, или вот в прошлом месяце, да, вы уже смотрите по отчету, что говорить этой клиентке. Делали заказики от 50 баллов. Вот смотрите. Если вы так и продолжите делать, то в июне вам компания подарит один из дейли боксов. Это очень круто, приятно. Это на секундочку на полторы тысячи витаминов. Угу, угу. Вот. То есть, обязательно сделайте в марте месяце тоже заказик на 50 баллов, чтобы этот клуб не сорвался. Или, допустим, чтобы не было, знаете, такой дикой продажи в лоб. Иногда люди на это обижаются. Говорите, Марья Ивановна, вот смотрите, вам нужно в марте, чтобы не упустить очень клевый бонус от компании, также сделать заказик на 50 баллов. Если вы вдруг планировали его сделать, если вы вдруг планировали, успейте его сделать до 31 марта. Это вам моя рекомендация. Иначе сорвется бонус. То есть, некоторые люди не вдаются в подробности. Некоторым людям подробности говорить и не надо. То есть, вы сами чувствуете, как вас воспринимает ваш клиент, да, тот или иной. И уже от этого, отталкиваясь, вы говорите ту или иную фразу. То есть, со всеми по единому шаблону общаться нельзя, ребят. Это гиблое дело. Каждого человека нужно чувствовать, да. Кому-то голосовушку, кому-то в письменном виде, кому-то нужно рассказывать все условия клуба постоянства, кому-то надо просто сказать, сделай заказ на 50 баллов, чтобы у тебя не сорвался бонус. Всё. Всё. А в апреле вы ещё раз с этим человеком свяжетесь и скажете, Марья Ивановна, помните, я вам говорила, делаем на 50 баллов, иначе сорвётся плюшка. Ну, то есть, я вам не могу дать универсальный шаблон. Самое главное, ребят, очистите свою совесть. Расскажите клиенту, напомните об этом клубе постоянства, чтобы у него не сорвался бонус. Иначе потом будет очень обидно. Ну, и если у вас, естественно, остаётся свободное время, по-моему, остаётся, даже я со своими детьми нахожу это время, вы можете открыть вкладочку, в принципе, всех своих привилегированных клиентов и в целом посмотреть, кто когда делал заказ, кто вообще никогда не делал заказ. И посмотрите, кому, в принципе, вы могли бы написать, напомнить о себе, что-то подсказать, рассказать, какое-то видео отправить. Вы знаете, у моих клиентов очень хорошо срабатывает тема, когда я им повторно отправляю своё видео о продукции. Вот это вот видео я вам сейчас, я его прикреплю, прикреплю сюда, к Ютубу, и дам в описании к этому видео отдельной ссылкой. Мой гранд-обзор о всей продукции Siberian Wellness. Вот я обязательно всем своим клиентам регулярно отправляю этот гранд-обзор, потому что люди с периодичностью вообще забывают, что такое сибирское здоровье и какая продукция там есть. К примеру, человек пришёл на продукцию, чтобы помочь себе при диабете, да, купил там ПИК, чай, углеводный контроль, хромлепазу. И он даже не подозревает, что у нас есть крутые препараты для суставов, что у нас есть крутые хондопротекторы, МСМ-добавочка, да, что у нас есть продукты для печени, для желудочно-кишечного тракта, для детишек, понимаете? А когда вы отправляете человеку вот такой вот гранд-обзор, к примеру, да, или любой другой обзор, который вы, к примеру, сами снимете, сами запишите, да, человек понимает, ой, так тут же ещё это, это и это, тут не только от диабета. Я же тут могу ещё и это купить, и это купить, и детишкам, и маме, папе, и дочке, и брату, и свату, понимаете? То есть обязательно отправляйте такие обзоры своим клиентам. Они сразу мотивируются, сразу понимают, что, ой, надо бы перестать в эту аптеку дурацкую ходить, и всё можно купить, оказывается, в сибирском здоровье. А ну-ка там, Машенька, Динарочка, Таненька, Васенька, расскажи-ка мне подробнее, понимаете? То есть обязательно-обязательно это делайте. Ещё такой момент, друзья, необходимо следовать, знаете, такой золотой середине, я бы сказала, искать вот эту золотую середину, когда не нужно писать клиентам постоянно, да, у вас для постоянной связи с клиентами есть свой клиентский чат, да, и там вы с людьми общаетесь на ежедневной основе. Всё-таки в личку, понятное дело, писать регулярно не нужно человеку. Допустим, раз в месяц, раз в три недели, или, допустим, видите, давно человек не отзывался, не появлялся, в чате ничего не писал, отзывы не давал, ничего у вас не заказывал, можно написать. Это, кстати, я сейчас говорю о людях, которые у вас не зарегистрированы, то есть у вас же в клиентском чате сидят ещё люди, которые не прошли регистрацию, которые, к примеру, боятся, присматриваются, не хотят регистрироваться, думают, или делали у вас заказ без регистрации. Да, таким людям тоже стоит написать. Но, опять же, вы смотрите, кто молчал давно, кто не появлялся, кто не делился отзывами, кто в клиентский чат давно не приглашал там подружку друга, ну и так далее. То есть вы сами смотрите по состоянию данного клиента. А стоит ему напомнить о себе в личке или не стоит? Вот у меня очень много таких случаев бывает и до сих пор происходит, когда человек сидит в чате, молчит, 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 а пишешь ему в личку такой, точно, я же давно хотела на момент заказать, всё, давай, заказываю, куда деньги отправлять? Понимаете? Такое тоже бывает. То есть если клиент сидит в вашем чате и ничего не покупает, это совершенно не означает, что он не хочет купить, совершенно не означает, что он не интересуется продукцией. Просто бывают такие люди, которые, ну вот не будут лишний раз писать, им лень, им неудобно, они стесняются, они ждут, когда вы сами им напишите в личку. Пользуйтесь этим. Ещё раз подытожу, друзья мои, значит, смотрите, бэк-офис, отчёты, отчёты ППК и отрабатываете вот эти вот четыре вкладочки, в зависимости от того, если или нет у вас свободное время, мусорные бачки прохожу, извините, пожалуйста, контент-пушка, фон-пушка, точнее, сорян, в общем, отрабатываете своих ПК-шечек, да, в первую очередь те, которые на стадии терминации, во вторую очередь тех, у кого срывается клуб постоянства, в третью очередь смотрите, в принципе, весь свой список ПК-шечек на предмет, кто давно не отзывался, не появлялся, не делал заказ, кто в принципе не делал заказ, тоже им пишите. Дальше пытаетесь или связывайтесь с людьми из своего клиентского чата, кто не зарегистрирован, и кто также давно в молчаливом положении, скажем так, ну вот в принципе и всё. И почему я вам советую это сделать уже завтра, а лучше начать сегодня, вот, если я успела это видео загрузить достаточно рано по времени. Почему завтра? Потому что в пятницу 25 число. У многих людей 25 число – это день начисления зарплаты, получения зарплаты, особенно у оффлайн-работников, да, у работников найма. И вот люди обычно распределяют свою зарплату заранее, куда и чего. Если вы людям, своим ПК-шечкам напишите 30 числа, так человек, может быть, и рад был бы сделать заказ, человек и рад был бы закрыть клуб постоянства, но у него уже денег нет, у него уже всё распределено, понимаете? То есть вы должны это делать за неделю до конца периода, а лучше до 25 числа месяца, потому что у очень многих наёмных работников зарплату начисляют именно 25 числа. Там идёт либо зарплата, либо это... Аванс. Господи, вспоминала слово. Либо аванс. Поэтому обязательно не поленитесь, кто уже посмотрел моё видео, завтра сядьте и напишите, прозвоните, наговорите вот таким вот ПК-шечкам и эту информацию, что я дала в этом видео. Ещё раз повторюсь, откладывать на последние дни эту работу не стоит. Вы сами же себя лишите большого количества баллов, понимаете? Поэтому делайте это вот прямо сейчас. Посмотрели моё видео, побежали, сделали выгрузку в Excel, распечатали, если есть возможность, вам так будет удобнее работать, и вперёд, и вперёд. Поверьте, у вас будет не то что тысяча баллов при хорошей проработке своих ПК-шек, будет все две, а то и три тысячи баллов плюсом. Всё, друзья, надеюсь, вы в восторге от моего лайфхака. Надеюсь, вы все получите минимум плюс тысячи баллов в конце марта. Пишите в комментариях, понравилось, не понравилось, что будете применять. А может быть, вы уже об этом знали. Всем до встречи, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!